Доброе утро, Букерту. Сегодня отвечу на вопрос, можно ли в обычной речи в иврите сказать ИМИ со мной, ИМХА с тобой, ИМА с ней и тому подобное. Я сначала объясню, в чем суть проблемы. Например, предложение. ИМ САРА. Она разговаривает с Сарой. И слово ИМ у нас используется в значении С, вместе с кем-то или с чем-то. ИМ. И теперь я хочу сказать, она разговаривает со мной. ИМЕДА БЕРЕТ ИТИ. В современном языке мы прибавляем окончание принадлежности не к предлогу ИМ, а к условно предлогу ИТ. И получается не ИМИ, а ИТИ. Со мной. И здесь вопрос, но нас учили в Ульпане, или мы читали в литературе в какой-то по изучению иврита, что можно говорить ИМИ. И действительно так написано, и действительно кого-то так учили. Я скажу, что в современной речи, в современном иврите, в разговорном, так говорить очень нежелательно. Чтобы понять, как это ощущает ивритоязычный, я скажу, например, на русском языке. И, например, она разговаривает со мною. Или, например, я возьму предложение, мы разговариваем с ней. Но вместо с ней я скажу по-русски, мы разговариваем с нею. Так можно сказать, правда? Но так не совсем привычно. То есть в обычной речи так не говорят. Если вы скажете на иврите «Анахну мы добрим има», то это будет примерно, как мы разговариваем с нею. Или, например, он разговаривает с тобой. Если вы скажете на иврите «Гумы добер имха» или «Имех» при обращении к женщине, это все равно, что по-русски сказать «Он разговаривает с тобою». Это правильно. Но в обычной речи так не говорят. Как мы будем говорить «Она разговаривает со мной». «Хи медаберит и ти». Только так. «Анахну медабрим и та». И у нас получилось «Мы разговариваем с ней». Он разговаривает с тобой. «Ху медабер и тха» или «Ху медабер и тах» при обращении к женщине. Теперь вопрос. А если, например, я хочу говорить на иврите высокого стиля или я хочу писать на иврите высокого стиля в тексте, я могу писать «Ими», «Има», «Имха»? Да. Во-первых, да. То есть в тексте, если текст высокого стиля, формальный текст, то мы можем писать «Ими», «Има», «Имха» и так далее. Но здесь у нас есть другая проблема. Например, предложение «Им медаберит и ми», она разговаривает со мной. Для высокого стиля, для формального языка звучит слишком просто. Слово «Медаберит» характерно для простого языка. То есть это не значит, что мы какое-то одно слово выбрали из высокого стиля, и мы считаем, что мы разговариваем или пишем в высоком стиле. Мы должны все предложение строить в высоком стиле. То есть вместо «Медаберит», например, нужно сказать или написать в данном случае «Имесохахат», например. «Она ведет беседу», «Она беседует», «Имесохахат» «Ими». Здесь возникнет другая дилемма слова «Ими» писать с Юдом после Айна или без Юда. Я об этом сейчас говорить не буду. Например, «Мы разговариваем с ней». «Анахну медабрим има». «Медабрим» простовато звучит для высокого стиля. Например, давайте скажем по-другому. «Анахну менаалим сиха». «Има». «Анахну менаалим сиха има». «Мы проводим беседу с ней». «Он разговаривает с тобой». Давайте здесь возьмем одно из этих слов. Хотя есть и другие слова, но я не хочу усложнять. «Ху месохеах имха» или «Имех». «Он разговаривает с тобой». То есть, еще раз я повторю мысль. Писать на языке высокого стиля – это не значит использовать какое-то одно слово, и все, мы решили проблему высокого стиля. Все построение предложения, все другие слова, они должны быть выдержаны в каком-то определенном высоком стиле. И в высоком стиле тоже есть разные еще стили. Об этом я сегодня не говорю. Я надеюсь, это было полезно и интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейтраут. До свидания.